Региональный бюджет прошел первое чтение в Губернской Думе. Главный финансовый документ по-прежнему сохраняет социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств. Львиную долю расходов направят в сферы здравоохранения, образования, строительства социальной инфраструктуры, а также на оказание комплекса мер поддержки граждан. Всего на эти цели предусмотрено свыше 110 миллиардов рублей или более 60% от общего объема расходов, которое в следующем году по предварительным прогнозам составит 188 миллиардов рублей. Дополнительную финансовую поддержку регион окажет Министерство здравоохранения. Деньги пойдут на увеличение количества проведения ПЦР-тестов, вакцинации от гриппа, транспорт для медиков и кислородную станцию. Это главный вызов, главная угроза для нашего общества. Этот крен будет. А вот понимая, что такие колоссальные дополнительные расходы сейчас ложатся на бюджет по укреплению системы здравоохранения, спасения жизни и здоровья людей, действительно сбалансировать и удержать остальные направления, которые позволят нам развиваться. Это в первую очередь создание условий для привлечения инвестиций, для поддержки экономики. Конечно, очень непростая задача, но профессиональная команда правительства Самарской области, депутатского корпуса с ней справится. По планам региональные доходы вырастут до 182 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше нынешних. В основном рост прогнозируют за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. За счет повышения доходной части удастся больше средств выделить на поддержку социальной сферы. Нужны машины, нужен кислород, нужны новые оборудования, нужны средства диагностики. И люди, самое главное, меня что беспокоит, дорогие друзья, мои коллеги, это люди, они просто устали. Я не могу сказать, что они износились, но они устали. Ведь полтора года, даже не полтора года, а год и восемь месяцев. Год и восемь месяцев в таком режиме работать. Таких социальных бюджетов, которые представили нам в этом году, наверное, еще не было. Расходы вообще на социальную сферу, которые по данным проекта бюджета составляют почти 60%, это огромные подспорья вообще не только в медицине, но и всей социальной сфере. Напомним, перед тем, как законопроект направить в Губернскую думу, по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение документа на расширенном заседании правительства области. В нем участвовали представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообществ, профсоюзы, общественники. Важно отметить, что даже на фоне пандемии продолжается успешная реализация стратегических программ развития региона. Ни в прошлом году, ни в текущем не было заморожено ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путином. Наоборот, удалось нарастить темпы выполнения работ. Задача на следующий год – не снижать, а наращивать заданные темпы. Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития. Мария Левина, События.